Администрация города теперь будет участвовать в формировании тарифов за ЖКУ и таким образом отстаивать интересы жителей. Да и в целом власти смогут напрямую влиять на работу АКС, которая обеспечивает Благовещенск всеми коммунальными благами. 36% акций амурских коммунальных систем перешли к городу, а их подразделение, занимавшееся расчётами с населением «Энергокомфорт Амур», отходит к энергетикам. Предварительный договор заключён при активном участии администрации Благовещенском. Когда предоставлением услуги и расчётными операциями займётся одна и та же компания, проблема долгов исчезнет и играть рубильником больше не придётся. Это значит, ни рядовые потребители, ни социальные объекты, ни котельные без электричества зимой не останутся. А в прошлом отопительном сезоне прецеденты были. Представители администрации рассказали депутатам о том, какой плановый ремонт пройдёт на сетях до осени. Главное, на что сделали упор – всё согласовано с подрядчиками, ведущими дорожный ремонт и работы по благоустройству. Дважды вскрывать один и тот же участок не будут. «Если ведёт буре, строй, берегоукрепление, то, соответственно, и подводятся трубы ливневой канализации по улице Пионерской. Именно в этой части это сделано для того, чтобы совместить эти работы и максимально сделать на одном участке». В течение лета властям предстоит решить ещё один вопрос, волнующий жителей целого микрорайона – спичфабрики, которые не раз обращались к ним с просьбой провести в квартире горячее водоснабжение. Сегодня люди вынуждены пользоваться водонагревателями, что сильно бьёт по карману. «Будет рассматриваться вопрос хотя бы в период отопительного сезона всё-таки давать горячую воду, потому что в каждой квартире установлены электробойлеры, которые всё-таки несут нагрузку на оплату электроэнергии жителями данного микрорайона. Сейчас этот вопрос будет рассматриваться, будет проведено совещание с самурскими коммунальными сетями, администрация проведёт и будет принято решение». Раньше говорить о горячем водоснабжении в одном из старейших районов города не приходилось. Его обогревали три маломощные и нерентабельные котельные. Сейчас все дома переведены на одну большую котельную. И прошедший отопительный сезон показал – она с нагрузкой отлично справляется. А при некоторой переделке сетей будущей зимой сможет обеспечить жителей спичфабрики и горячей водой.